Последний домашний матч Адмирала запомнился не только разгромом команды, но и проломом головы. Причем в прямом смысле слова. Приморцы проиграли во Владивостоке Челябинскому трактору со счетом 2-7. Однако даже такие цифры на табло не смогли отвлечь общественность от одного эпизода в конце игры. Защитник приморцев Степан Захарчук буквально впечатал Артема Пеньковского в борт. Дело для хоккея вроде обычное, но не в этот раз. Встать на ноги челябинский игрок не мог. А все потому, что по предварительной информации он получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму. Пеньковского в итоге увезли во Владивостокскую больницу. К сожалению, все намного хуже, чем мы могли поначалу представить. Последствия грязного приема Захарчука против нашего игрока достаточно тяжелые. Он сейчас в больнице с командным доктором. И лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации. Хоккей, конечно, игра контактная и жесткая, но даже здесь бывает, как говорится, перебор. И это слово как никогда подходит для Степана Захарчука, которого в континентальной хоккейной лиге называют едва ли не самым грязным игроком. Почти каждый раз, как и в последнем случае, сам Степан заявляет, что не планировал никого травмировать и очень опечален, что так получилось. Однако визуальное впечатление и статистика говорят о том, что делает больно своим соперникам Захарчук не случайно. За свои тараны спортсмен в разных клубах получал многодневные дисквалификации. Вот и в этот раз спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ ограничился наказанием в виде запрета на игру в течение 15 матчей. Также хоккеисту Адмирала придется выплатить денежный штраф, но, как отмечают эксперты, этого недостаточно. Человеку, который регулярно убивает своих собратьев по игре, калечит молодых парней, получает смешные 15 игр дисквалификации. Я думаю, что трактор будет подавать апелляцию в КХЛ на это решение, а я буду обращаться в гражданские судебные инстанции. Мы намерены добиться бессрочной дисквалификации Захарчука. Интересно, что Степан Захарчук перешел в Адмирал буквально за неделю до скандального эпизода. Опытный защитник с неплохими показателями может совладать с атаками соперников, но, кажется, не может совладать с собственными нервами. Теперь уже он сам станет головной болью приморской команды. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok